В ИНТЕ новость появилась о том, что Кокорин назвал болельщиков быдлом из стада баранов. Типа того, что им преподнесут, так они и поют, да? И что паящик им скажет, так именно они и думают. Я по этому поводу что думаю? Я недавно в интернете опять-таки где-то наткнулся на заметку одного блогера, да? Её фамилия такая, легко запомнить, Поперечный. Если кому интересно, наберите в интернете там ещё Поперечный там на Сапсане. И вот он случайно попал в тот злополучный вечер на Сапсан, где ехал Кокорин Мамаев со своей компанией. Мы возвращались из Питера в Москву и как раз вот утром это всё потом произошло в Москве. Так вот, он описывает это путешествие. Во-первых, Кокорин с Мамаевым, они откупили вагон целый в Сапсане. Никто не мешал, то есть целый вагон под свою компанию откупили. Устроили там такой дебош. Короче, там был бар, всё спиртное, которое было в баре, всё выпито было, ничего не осталось. Посуду перебили, мебель попереломали. В общем, вот таким вот образом они возвращались из Питера. В одном из писем на волю Кокорин пишет, что находясь в СИЗО, он теряет форму. Нет тут условий для полноценной тренировки, да? И вот он теряет форму. А теперь-то мы знаем, каким образом после матча он восстанавливает форму, да? Вот, начиная с Сапсана. А касаемо баран, то он назвал россиян практически всех баранами. Вот, если конкретизировать, да, кого он баранами назвал. Это вот тех мужиков, которые месяцами своих жён не видят, да, вахтовым методом ездят на север зарабатывать. Не то, что там на что-то, а просто, чтобы на жизнь детишкам их хватало. Бараном он назвал сбитого в Сирии, лётчика, да, который лёжа отстреливался, от его окружали, он отстреливался и последним патроном сам застрелился. Вот, бараном он назвал подводников, которые полгода уходят, света белого не видят, да, для того, чтобы мы жили мирно и спокойно. Для того, чтобы Кокорин там с Мамаевым кутили в Сапсане, и никто их не потревожил. Вот, учитель тоже баран, который в деревенской школе за 7-10 тысяч там вкалывает, чтобы детей тоже своих прокормили. Не буду вообще говорить о Кокорине как о футболисте, но если вы, знаете, правду пишут по поводу того, что он бараном назвал, да, то Кокорин как человек, ну, извините за выражение, говно натуральное. Я бы не хотел, чтобы вот когда-то где-то на каких-то телеканалах он появлялся в составе футбольного поля, в составе какой-то футбольной команды. Я вот этого очень бы не хотел.